Ну что, всем еще раз огромный привет, снимаю второй очередь своих пустых баночек за несколько месяцев. Закончился у меня вот такое вот легкое молочко для тела, упругость, мгновенное действие. Двойная концентрация черной смородины и черемухи. Действительно очень легкое молочко, даёт упругость, нет. Мгновенное действие, впитался и такое ощущение, как будто ничего не наносил на кожу, быстро впитывается, слегка как бы даёт мне большое увлажнение. Как бы нелипкий, 250 мл, достаточно жидкий, закончился быстро, приятный аромат, но повторять больше не буду. Не смогла пользоваться вот таким вот крем-бальзамом для рук и тела, молоко и магнолия, по-моему. Да, вот компания Милк, хорошее настроение, 200 мл объём, причина тому аромат. В нём всё бы хорошо, хорошо, быстро впитывается, неплохо увлажняет, но аромат, простите, у меня пахнет с сиками. Не смогла я использовать его, поэтому... Пардон, прощай. Закончилась бальзамаска Фитобаня от компании Чистая Линия. Ну, как маска я бы её не назвала, как бальзам, да, работает неплохо, волосы распутывают достаточно хорошо, но мне вот эта серия волоса моей жирнила, что бальзам, что шампунь, поэтому повторять больше не буду, а так, в принципе, средство неплохое. Ну, для моих волос не подошло. Закончилась вот такая у меня сыворотка концентрат для лица от бабушки Агафьи, омоложущая, коллагеновая. Интенсивный литинг и заполнение морщин. Хорошая сыворотка, выравнивает цвет лица, макияж на ней держался очень хорошо, приятный аромат, быстро впитывалась, не оставляла никакой на лице липкости. Классная сыворотка, усталостью буду повторять ещё. Закончилась пенка от Satin Care, это пенка для брезья. С ванилью шикарная пена, хорошо, как говорится, с ней бриться, приятно, комфортная. У меня пользовался как муж, так и я, мне очень понравилось, но зараза стоит дорого. Закончился микропилинг для лица, очищающий от компании Billy The Vitex. Так, раскрывает пор, удаляет загрязнение, устраняет следы после углевых изменений. У меня такого нет, не знаю, не могу ничего сказать. Против прыщей и чёрных точек. Против прыщей возможно, но против чёрных точек не работает. В объёме 75 мл. Хороший, действительно, микропилинг, хорошо очищал, хорошо, так скажем, вычищал грязь. Хорошо пилинговал, кожа гладкая, мягкая, приятная. Мне понравился. Закончила зубная паста от компании Colgate, древние секреты с лимоном. Очень понравился, очень свежий, приятный аромат. Неплохо очищает зубки, но прям какого-то такого отбеливания сильного он вам не даст. Вот такая вот у него была консистенция. Вот. Достаточно неплохо освежал дыхание. При возможности по покупку повторю. Не смогла я пользоваться вот таким вот кремом для ног от компании Черный Жемчуг. Заказывала на Озоне с маслом, амбокат, витамином А, смягчает и питает. Питает, нет, смягчает, да. Но пользовалась им раза 3-4, не смогла. Пахнет тухлой рыбой. Вот аромат тухлятины. Не смогла, поэтому выкидываю. Закончился кремушек для рук от компании Бархатные ручки. Была какая-то типа лимитированная коллекция. Знаете, такой проходной кремушек 45 мл, ничего он не делает. Ручки в течение дня увлажнил. Прошло 5 минут, и как будто на руки-то им больше ничего не наносил. Поэтому повторять больше не буду. А те, кто работает с бумагами, да, там и в этот кремушек в помощь. То есть он ни жирности, ни ничего такого он вам не даст. Закончился вот органик китчен, обновляющий скраб для тела, банановый беспредел, свежие бразильские бананы, органическая ваниль. Приятный классный аромат, классная консистенция, шикарное скрабирование. Мне очень понравилось, с того, с тем повторяем, еще объем 155 мл хватило буквально на 2, там, 2,5 раза. Закончилась мицеллярная вода от компании Эколаборатория. Шикарная вода, хорошо смывает макияж, глазки не щипет. Эффект панды не делает. Достаточно экономно, так скажем, расходуется. Буду повторять еще. Закончился гель для умывания от компании Роса или Роса. Хороший гель, но единственный в нем минус, он не пенится абсолютно. То есть это гель, который не пенится. Если вы любите гели, которые пенятся, то этот нет, это не для вас. Он дает хорошее увлажнение, он дает хорошее смягчение, хорошо очищает кожу, не пересушивает ее. Надолго хватило, достаточно экономной. Буду повторять еще. Едем дальше. Закончился кремушек для век, литинка питания. 100 рецептов кашляты с маслом облепихи и настоем корня солодки. Хороший кремушек, надолго хватило. Действительно дает легкое такое питание глазкам. Лифтинг, ну, какого-то лифтинга я прямо уж не заметила. Объем 20 мл, хороший кремушек, буду повторять. Закончилась жидкая мыла от компании Айимы или Аймэя, как правильно? Я вообще не знаю, если честно. С пионом и чем-то там, с трох в одном бутоне, что ли. Не знаю. С экстрактом пиона. Аромат неплохой, но он жидкий. Вот можете видеть. Он жидкий, он быстро закончился. Руки плохо пенялся, руки промывал не очень, поэтому больше повторять не буду. Покупаю из магазина Фирс Прайс. Закончился. Так, что это у нас такое? Лосьон для лица очищающий. От компании Виленту заказан на сайте. Это он классное средство, хорошо очищает, хорошо увлажняет кожу лица, успокаивает. Ну да, выравнивает, да, очищает, да. Приятная такая легкая консистенция, достаточно мягкий тоник, приятный аромат. С тобой с тем повторю. У ребенка закончился вот такой вот детский шампунчик 2 в 1 от компании Шампту с рюктовым ароматом. Хороший шампунь, глазки не щипал. Не щипал глазки, хорошо пеялся, хорошо промывал. Комфортный очень. Мы мыли как и тело, так и волосы, лицо, руки, в общем, все, все, все. Закончился вот такой вот скраб от Органик ВАВ, или ВОВ, не знаю. Скраб для тела в объеме 200 мл. Скраб мне не понравился. Во-первых, он ничего не скрабирует, он даже, ну не сказал, такой легкий-легкий, еле уловимый пилинг, который что-то там вроде как бы пытается пилинговать, но при этом ничего не пилингует. Плюс липковатый аромат, химозный, в общем, в магазине ленты больше не приобрету. Закончилась маска от компании Доктор Репейник, стимулирующая биомаска для волос, для роста волос. Никакого роста волос я не заметила. Аромат, действительно, Репейника. Волосы он не жег, так скажем, кожу головы. Какого-то прям суперстимулирования я не заметила. Обычный расходный бальзам, так скажем. С маслами работал то же самое, как эти масочки, которые я вам показывала в первой части. Хорошо он, так скажем, взаимодействовал с маслами, но без масла. Обычный просто вот как бы бальзамчик для волос. Неплохо промывал, ну в смысле неплохо волосы не спутывал. Но как бы все у меня неплохо, но какого-то прям там вау, роста волосы, там, выпадения, стоп, так скажем, против выпадения я особо его не заметила. Неплохой бюджетный бальзамчик. Закончился крем для рук с маслом Ореха Макадамия от компании Бархатные ручки Роскош Макадамия. Шикарный крем. Хорошо напитывает, смягчает, увлажняет. Шикарный аромат. Надолго хватает. Классный, мне понравился. Закончился у меня Би-Би крем. Би-Би вот этот вот из магазина Фикс Прайс. Как говорится, 100 в 1. Контроль жирного блеска. Нет. Подстройка цвета, да. Для жирной комбинированной кожи. У меня кожа жирная, но сразу говорю, контроль жирного блеска нет. Он жирнил мою кожу. Естественный цвет, да, потому что он подстраивается под ваш цвет кожи. Ничего он вам не перекроет. Он легкий. Как бы дает такое... Ну, просто как бы, да. Защита 15 SPF, не знаю. Увлажнение, питание нет. Увлажнение, скорее всего, да. Матирование нет. Сияющий вид, да. Потому что жирнил. Деликатный уход. Нет, наверное, бархатистая кожа. Ну, возможно. Не помню. Выравнивание тона, да. Неплохой кремушек. Достаточно легкий. И использовала... Ну, прям, не скажу, что прям с каким-то огромным удовольствием. Я знаю, почему это стало. Нет, там все закончился. Но при обертой больше не буду. Не вау. Выкидываю блеск для губ от компании Бью. Вот этот вот такой вот. В оттеночке номер 43. Почему выкидываю? Во-первых, расслоился. И изменил аромат. Вот так вот здесь выглядит. Да, аромат изменил. Ну, давайте вам покажу просто его оттеночек. Оттеночек очень приятный. Я такие оттеночки люблю. Но вот немножко я им попользовалась. И как бы вот пришлось его выкинуть. Недолго музыка играла, как говорится. Закончился у меня пилинг для лица обновляющей бабушка Агафи. Так, интенсивное обновление кожи. Делаю ее идеально ровной и гладкой. Ну, это, конечно, нет. Глубоко отчаяния кожа загрязнений. Глубоко нет, но пилингует неплохо. Обогащает кожу витаминами и придает свежесть. Свежесть, да. Я об витаминами не знаю, наверное. Но у меня случился вот такой вот с ней казус. Там вот еще, кстати, немножко есть. Но я уже не стала вот это все делать. Оттуда пальцем выковырить. Имел приятный аромат. Я бы сказала, что это не пилинг. Это как больше скраб идет. С приятным, таким химозным ароматом достаточно. Липковатый был пилинг. Неплохо отчаяния, но повторять как-то желаний нет. Не закончился, но выкидываю вот такой вот бибига крем от компании Корниер Классик. В оттенке лайт, по-моему, светлый. Почему выкидываю? Хотела в этом году его доиспользовать, но он у меня испортился. У него вытекала водичка. Вот он, правда, сейчас брызжет этой водой. Вот такой вот у него оттенок. Достаточно легкий. Да, он уже пахнет спиртом, испорченный. Достаточно легкий на лице. Был, ничего он такого не прикрывал. Для меня на лет он был светлый. Я его смешивала с более плотным таким тоном. Неплохая бибишка. Конечно, жалко, что вот надо было бы налечь на него. Ну, кстати говоря, он в принципе, вот он такой темноватенький. Вот я сейчас смотрю. Даже он, наверное, нет. То ли он просто вот так, скажем, испортился, но вообще он светлым должен быть. То есть для моей кожи он был светлым. Но так как он сейчас, наверное, окислился, испортился, поэтому вот сейчас он кажется темным на моей руке. И вот просто сейчас в окно идет как бы яркое солнышко, поэтому он вам отсвечивает как такой. Вот так вот. Показываю более явный оттенок. Испортился. Ой, китовый. Так, дальше. Закончился у меня кремушек для ног от компании Весна. Фрутамин. Крем для ног смягчающий. Сочная серия. Классный крем. Хорошо он увлажняет ножки, смягчает. Легкий кремушек с офигенно приятным апельсинным ароматом. Бюджетно стоит. Классный. Не до конца закончился, но продукты уже просто и помпа не выдает. Бальзам для рук и тела. Ромашка, троллышей пшеницы. Питание 24 часа. Да. Шикарно питает, шикарно увлажняет. Достаточно быстро впитывается. Приятный аромат. Большой объем. Надолго хватает. Стоит недорого. Брава по скидкам, по акциям. Хорошие. Мне понравился. Выкидываю тушь от компании Vivienne Zabokabare. Это водостойкая тушь. Да, действительно водостойкая. Но она у меня засохла. Как-то очень быстро. Она у меня просто засохла. Здесь вот кажется, что еще есть продукт. Но он уже не красит. Он просто склеивает ресницы и все. Щеточка при... Ну, силиконовая. Все как мне нравится. Хорошо он... Этот тушь хорошо поднимает. Придает объем. Разделяет. В общем, классная тушь. Но, к сожалению, быстро. Вот она у меня как-то засохла. И она действительно водостойкая. Смывала я ее двухфаской от Garnier. Такая с маслами которой. Кстати, даже она очень с ней как-то так сложно справлялась. Закончился крем для рук. Вот 100 рецептов... Пфу. Все. Заговариваюсь. Вот 100 рецептов красоты. 7 активных масел. Масло оливы, миндаля, кукурузы, подсолнечника, какао, кедрового ореха. Неплохо. Он дает легкое питание, увлажнение, смягчение, приятный аромат. Он как-то быстро впитывается, но, может, как бы, те, кто работает с бумагами, я бы его не посоветовала, потому что с маслами. То есть, будет давать небольшую жирность на руках. Выкидываю. Закончился вот такой BB-крем. Та же самая история, что и с этим. Тоже подстраивается под цвет кожи, ничего не перекрывает, легкий, жирнит кожу, увлажняет. Ну, короче, я не знаю, ничего в нем особенного. Крем как крем для лета. Для лета оно, может, и пойдет. Но больше повторять не буду. Еще один BB, который у меня испортился, тоже в оттенке медиум, это уже темный. Та же самая история, что и с этим. Этот уже немножечко поплотнее идет, он был более темный. Вот я их смешивала вместе, потому что этот был светлый, этот мне был очень темный. При смешивании вот этих двух оттенков давал мне идеальный цвет на моем лице. Никаких, ну, сильных каких-то недостатков он не перекрывал. Так скажем, жирность кожи он мне давал, потому что у меня кожа очень быстро выделяет кожное, так скажем, сало. Жир, вот, та же самая история. Даже выдавливать не буду, но попробуем так вот выдавить его. Вот, видите, он такой темный. Вот. Неплохие BB, конечно, надо было прям на них налечь, а я что-то как-то про них забыла. И вот они у меня испортились. А очень-очень жалко, они, кстати, не из бюджетного. Закончилось мыло от народной косметики. Домашнее биомыло для рук с ромашкой. В общем, кое-как использовал, 300 мл объем, воняет ужасно, никакой там ни ромашкой, не пойми чем пахнет. Использовал для кухни, сушил руки. И ничего, если вы, допустим, работали с рыбой, там, с чесноком, ничего он вам, вот этого вот запаха, он вам не перекроет, так скажем. Поэтому, нет. Больше не повторяю. Закончилась биомаска для волос. Я не буду даже про нее ничего говорить. Это та же самая история, что и вот с этим. Закончился тоник для лица от Himalaya Herbal, освежающий. Да, действительно, освежающий для нормальной комбинированной кожи. С приятным ароматом, хорошо очищает, освежает. Классный, кстати, тоник. Большой объем, надолго хватило. И с фикс-прайсом замечательный. Я прям осталась всем довольна. Выкидываю я три, так, нет, три, четыре туши. Две из которых покупала в магазине Атака. Это вот такие вот. В общем, здесь заявлено, что... Маскара тоже для ресниц. Что он должен делать, я уж не помню. Что эта тушь должна делать. В общем... А, нет, погодите. Да. Вот эти вот две туши, я просто про другие подумала. Хорошие, классные туши, девчонки. Классные туши. Хорошо дает объем. Хорошо приподнимает реснички. Даже их немножко, ну, подкручивает. Удлиняет. Может, конечно, склеивать. Но туши классные. Я прямо до самого конца их использовала. Стоили бюджетно. Но за свою цену работали просто шикарно. Хотела купить повторно, но их уже, к сожалению, нету. В наличии. Избавляясь от блеска, вот этот вот раньше был Diamond Dream в оттенке. Сейчас, что я могу показать оттенок. Сейчас уже грязное. 0,2. Ну и срок годности закончился. Красивый блеск. Он у меня расслоился. Испортился, естественно, аромат. Плюс у них у всех вот такая вот беда с крышками. Да, сначала крышка, потом все остальное. Приятно имел оттенок. Давайте я его нарисую. Липкий, зараза. Зараза липкий. Давал классное сияние на губках. Классный давал цвет. Под... Загорелую кожу. Но, к сожалению, расслоился. И испортился у него аромат. Жалко. Я как-то одно время вообще просто не красилась. И поэтому косметика у меня... Некоторая... Вот, испортилась. Так вот выглядит этот блеск. Показать его. Ну, а с таким синевым отливом, как бы, не знаю, что-нибудь видно, нет? Выкидываю... Не смогла пользоваться пастой от Биомед. Очень много посмотрела на нее отзывов. Но в основном отзывы не очень хорошие. Я с ними, в принципе, согласна. Такое ощущение, что чистишь каким-то кремом зубы. Ничего не очищает. Ничего не освежает. Привкус какой-то неприятный. Фу, больше не куплю. Была бы стоила... Хотя, кстати говоря, стоила по скидке, по акциям. А так не из бюджетного достаточно сегмента. Выкидываю биогель для душа. Народная косметика. Та же самая история, что и вот с этим вот мылом. Аромат-то неприятный. Не пенится. Не знаю, не понравился мне. Поэтому выкидываю. Вы использовали мы... Сыночек у меня использовал вот такой вот детский нежный шампунь для волос. Пингвик. Классный шампунчик. Покупали в фикс-прайсе. С отличным таким молочными кровельками пахнет. С большим удовольствием использовали. Для ручек, для всего короче. Глазки не щипал. Хороший, приятный. Такой пингвинчик плюс сама упаковка мимимишная. А, да. И забыла вам про тушь-то еще одну показать. Вот я уже все заболталась. И выкидываю вот такие вот две туши от Evelyn. Шикарная тушь. Но она мне, к сожалению, пришла... Сейчас я вам скажу, какая. Она очень много в себя набирала продукта. И она... Вот сейчас она, видите... Вот. То есть, не знаю, очень много в продукт в себя вбирала. Сейчас вот немножко повалялась в пустых банках. Так скажем, опустилась, да? Ну вот. О чем, в принципе, я вам и говорила. Продукт весь вылазит наружу. Очень много продукта на кисточке получается. И как бы склеивает ресницы. Но если бы этого не было, шикарный объем, шикарное удлинение. Хороший придает изгиб. Очень понравилась тушь. Но, к сожалению, вот... Очень много продукта набирает. Я выкидываю тушь от компании Artvisage Chicago, которая вообще ничего не делает. с ресницами, не на базе, не без базы. Силиконовая щетка. Но тушь вообще ничего не делает. Просто ваши натуральные ресницы. Даже тушь на ресницы не ложится. Я не знаю, что это такая за тушь. Поэтому нет. Закончилась у меня вот такая вот масочка от Вилента. С витамином А. Девчонки, шикарная маска. Питает. Но питает нет. Продает кожу упругость и эластичность. Да, я когда сняла эту маску, по истечению... Вот сколько тут? Нужно... Элитезрительность к санкетке и оплотить лицо водой. 10-15 минут. Классная кожа, девчонки. Я лицо свое не узнала. Знаете, как будто кожа заново родилась. Хорошая маска. Кожа выровненная. Такая подтянутая визуально. Не знаю. Я прям осталась очень довольна этой масочкой. При, так скажем, удобной возможности ее, конечно же, повторю. Не буду показывать вам саму маску. Закончился бальзамополосковый. Роскошный объем от компании Тим Титерси Крэпфрутом и Гуаравый. Классный бальзам. Шикарный дает объем волосам. Действительно, хороший шампунь. Шампунь волосы не спутал. Хорошо промывал до скрипа. Немножко как бы их так увлажнял волосы. Шикарный, шикарный. Буду повторять. Плюс приятный аромат. И действительно дает волосам объем. И последнее в этой части, что покажу, это вот такой вот дейзик выкидываю. Дарили мужу, но муж у меня пользуется только спреевыми антиперспирантами. В шариковых он не пользуется. Дарили уже очень давно. Давно вышел срок годности, поэтому выкидываем. Это была вторая часть моих пустых баночек. Всем спасибо, кто посмотрел. Ждите третью часть. Когда буду снимать, не знаю. Но сначала было уже две части. Увидимся в третьей части. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok